Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим специально для вас дополнительный аналитический контент, который точно может помочь вам в принятии торговых решений. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня мы будем следить за выступлениями представителей Европейского центрального банка и Федрезерва США, в частности в 10.30 по GMT состоится выступление Кристин Лагард. Оно будет посвящено перспективам национальной монетарной политики, а учитывая то, что в последнее время очень много было на рынке спекуляций относительно того, как будет действовать ЕЦВ дальше активно или не так уж активно с повышением процентной ставки. Я думаю, что дополнительная ясность со стороны Лагард была бы сейчас не лишней. Поэтому понаблюдаем за евро в рамках текущей торговой сессии. Если поймем, что евро сохраняет потенциал для дальнейшего роста, то возможно уже с завтрашнего дня попробуем поспекулировать как косрочно с точки зрения ожидания движения этого актива к сопротивлению 1.10. Далее 18.15 выступление заместителя председателя американского регулятора Лайль Брейнард. Поскольку буквально неделю назад мы так и не дождались от Паула его заявления по тому, как и каким образом будет меняться американская монетарная политика, я думаю, что в каком-то формате подобного рода комментарии мы можем услышать от Лайль Брейнард. Ну, может быть, это попытка выдать желаемое. Действительно, и на самом деле ничего мы не услышим. Мы следим за индексом доллара, друзья, который сейчас в районе 102 пунктов. Вчера наверняка вы заметили, что пытались в первой половине сессии все-таки доллар увести еще ниже. А так как к концу торгов инициатива вернулась к покупателям, а индекс доллара отступил в районе 102 пунктов. Это те же самые уровни, что были в конце прошлой недели и в начале этой недели. И немного скучно становится следить за тем, что происходит с этим валютным активом. Но, с другой стороны, хочу отметить, что такая динамика индекса доллара, консолидация, отсутствие какого-то выраженного тренда сейчас обусловлена тем, что на рынке нет достойного фундаментального триггера. При всем уважении к отчетам по индексу цен производителей, роничным продажам, это релизы, которые точно не тянут на статус мощных катализаторов для движения американского доллара. Какими катализаторами может быть спровоцирована эта динамика? Это, конечно же, данные Nonfarm Pearls, отчет по инфляции и, безусловно, заседание американского регулятора спецконференции. Данные по инфляции Nonfarm мы уже переварили, это пока что в прошлом. Следующий отчет не скоро. Однако заседание американского регулятора, следующий, состоится уже двухдневный, в конце января, в начале февраля, то есть с 1 января по 1 февраля. И за этим событием мы будем внимательно следить, потому что на нем, конечно же, американский регулятор повысит процентную ставку, если ничего не изменится, если не будет никаких сюрпризов на 25 базисных пунктов. И очень будет интересно послушать о планах Федрезерва на изменения и будущее повышение процентной ставки в феврале. Хотя я думаю, что и в феврале мы, скорее всего, увидим значение ставки на 25 базисных пунктов. Я напомню вам, друзья, моя стратегия торговли индексом доллара сейчас предполагает спокойное сохранение длинных позиций на протяжении всего первого квартала. После марта будет, как говорится, видно, что скажет американский регулятор, когда ставка, скорее всего, уже будет повышена до 5, потенциально может быть даже повыше, американский регулятор прольет свет на планы на последующих заседаниях. И в зависимости от того, что он решит, будет ли расти ставка дальше, либо уместно уже занять выжидательную позицию, посмотреть за тем, как экономика адаптируется к ранее принятым решениям. Может быть, даже произойдет какое-то чудо, и в марте американский регулятор уже начнет готовить нас, скажем так, заранее к тому, что политика может стать более мягкой. Ну, читаем между срок, это анонсы каких-либо действий, направленных на снижение ключевой процентной ставки. Хотя, честно признаться, я не ожидаю вообще в этом году, что ФРС может настолько радикально сменить вектор монетарной политики. До конца марта, до мартовского решения по процентной ставке, по ее росту, индекс доллара лично в моем портфеле будет инструментом, который я покупаю. Ронечные продажи, кстати говоря, вчера просили на минус 1,1%, это хуже, чем ожидали эксперты, и снижение ронечных продаж, это тревожный звоночек, который указывает на то, что давление высокой инфляции на экономику сохраняется, и высокая инфляция влияет на потребительскую активность. Делаем выводы о том, что анализируя все вот эти данные, американский регулятор может все-таки выкинуть какой-нибудь сюрприз и на том же самом февральском заседании взять и поднять ставку на 50 байсных фунтов, в виде того, что инфляция все еще фактическая, существенно выше целевого ориентира. Аналитики стендерд-чартера считают, что индекс доллара продолжит восходящее движение, тоже как и я, в рамках первого квартала, поскольку, опять же, все, что было сказано относительно будущих повышения процентной ставки, у них еще аргумент, что очень далеко зашла коррекция, откат почти на 10% с локальных максимумов без восстановления индекса доллара. И они рассчитывают на то, что, подняв ставку до 5%, американский регулятор подстегнует ралли доходности национальных облигаций, и это дополнительно поддержит курс американского доллара. Золото 1909, друзья, смотрим на индекс страничных настроений, 40-60, такое распределение, 40% покупают, 60% продают. Это не тотальное большинство, это не экстремальный уровень, который мы привыкли использовать, как хорошие возможности для точек входа. Если смотрите за индексом настроения, он доступен в терминалах компании Амак. Если будет перекос 30-70, хотя бы, то смело уже открываем позиции, и я почти уверен, что позиции будут снова на лонг. Может быть, где-то в районе 1900 долларов за тройскую функцию, такие условия могут сложиться. Поэтому, если вы интересуетесь золотом, вы хотите прям вовремя проявить торговую активность, тогда вам нужно даже не дожидать моих брифингов, держать руку на пульсе и смотреть за тем, как меняются настроения. По другим финансовым активам. Рынок нефти 83-88. Несмотря на снижение, я пока что еще оптимист в отношении нефтянки, потому что так быстро отказываться от длинных позиций не буду. Тем более, что новостной фон вчерашнего дня, он даже больше сейчас способствует тому, чтобы восходящее ралли продолжалось. Все, что я раньше говорил про перспективы восстановления китайской экономики, это все актуально и сейчас. Но вчера мы следили за прогнозами ОПЕК Международного аналитического агентства. В соответствии с оценкой двух агентств, спрос на нефть в 2023 году будет серьезно расти, и ОПЕК ожидает, что этот рост составит от 2 до 2,5%. То есть, фактически, спрос вырастет на примерно 2,5 миллиона баррелей в сутки. И их главный аргумент тоже, что восстановление китайской экономики после снятия антиковидных ограничений будет этому способствовать. Возможно, распродажи нефти были обусловлены выходом данных по запасам от Американского института нефти. Запасы снова выросли, это негативный фактор. И сейчас все ждут сегодня официального релиза от администрации нахитической информации. Допускают, что в случае роста запасов распродажи могут продолжиться. Но мы помним, что такого рода статистику рынок быстро переваривает и потом возвращается к прежним тенденциям. Поэтому я рассчитываю все-таки на откат рынка нефти. Доллар иена 127.98. Мы оказались правы, что продавать иену долго не будут. И, собственно, вчера, несмотря на то, что первые реакции после заседания Банка Японии были продажи японской валюты, ее быстро начали откупать. И фактически мы сейчас на многомесячных минимумах. Банк Японии, хоть и оставил ставку на прежних уровнях, не стал корректировать подход к контролю и коевой доходности, но все же повысил прогнозы по инфляции. И нам, в принципе, этого достаточно. Если уж Банк Японии видит проблему в росте инфляционного давления, значит, впоследствии ему придется вмешиваться, адаптироваться, менять монетарные курсы и ужесточать политику. Нужно быть к этому готовыми, друзья. Поэтому ждем теста поддержки 125 иен за доллар. Эта идея никуда не девалась, собственно. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.